Во время личного приема граждан главе Самары Елены Лапушкиной обратились жители 40-го дома по улице Металистов. В рамках капитального ремонта здесь должны заменить внутридомовые коммуникации. Но куда более важно для жителей оперативно отремонтировать текущую крышу. Недавнее обследование выявило сильный износ. Я все, что могла, сделала. Я отправила все эти протоколы в капремонт. В департамент, да? Да. Нам перенести ремонт? Нам просто перенести. Поменять? Да. Они не могут согласовать. Изучив вопрос, глава Самары ответила, что для изменения вида ремонтных работ и их переноса на более ранний срок необходимо, чтобы 97% владельцев квартир вовремя платили взносы. Сейчас уровень собираемых средств 90%. Нине Ветровой, которая является старшей по дому, предстоит выявить неплательщиков среди жильцов. Администрация города окажет необходимую помощь в этом вопросе. У нас появится до следующего заседания время разобраться, кто у вас не платит. По седьмой квартире понятно. Посмотрим, что по муниципальной. Другие жители Кировского района обратились с предложением присвоить скверу на пересечении улиц Республиканской и строителей имя героя Советского Союза Владимира Чудайкина в честь столетия со дня его рождения и 80-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Эти даты отметят в 2025 году. Инициативная группа стала соорганизатором конкурса дизайн-проектов. Победителем выбрали работу студентов Самарского политеха. По задумке общий план сквера будет иметь форму, напоминающую медаль «Золотая звезда». На территории разместят памятную доску, тематические мафы, высадят цветы и установят другие декоративные элементы. Проект собрал себе фрагменты Великой Отечественной войны через взгляд Владимира Чудайкина. Это ощущение победы глазами юного танкиста, с одной стороны, побуждает восстановиться, исследовать, с другой стороны, побуждает ознакомиться с историей, взаимодействовать с ней. Проект оценила не только глава Самары Елена Лапушкина, которая призвала доработать некоторые элементы и пообещала помочь с подачей заявления в региональную программу содействия, но и внук героя Алексей Чудайкин. Ему проект понравился, и он выразил надежду, что сквер станет новой точкой притяжения в Самаре. И чтобы это было надежно, так скажем, долговечно, чтобы не постоянно ни вот эти лавки не ремонтировать, какие там они, допустим, клепки какие-то. Нет, но лавки-то вот эти точно долго будут стоять. И вот, да, и чтобы и сухостоя не было. Ряд обращений касался устройства внутриквартальных дорог, обеспечения жильем граждан из аварийных домов и ремонта труб отопления и горячего водоснабжения. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Субтитры создавал DimaTorzok